По выниках работы за минулый год Гомельское управление Державного комитета судовых экспертиз, лидер Украины, одразу по некоторых покажиках повиншовать сопрацовников областных экспертных подразделений и обмерковать задачи на этот год, в Гомель приехал уголовный судово-медицинский эксперт Беларуси Юрий Аусиюк. Под обязанности в наступном материале. В 2017 году судовым экспертам было накеровано свыше 46 тысяч экспертиз, а маль 97% у которых поспехово выконано. Супрацовники комитета напруженно працевали и якосно справились с задачами. Практично по каждым третьим злочинствам забеспечили выявление следов самые короткие термины, что сприяло худкому раскрытию справ. Остатние экспертизы помогли принятию объективных решений по запыти суда обозворотах граждан. Дородшее управление по Гомельской области – первое сирот областных по сумме перориченных у бюджет сродков, а доказание платных послуг. Каля 670 экспертиз принесли больше за 160 тысяч рублей. Восстребованными у граждан экспертиз это те же генетические исследования по установлению отцовства, те же экономические экспертизы, бухгалтерские, строительные экспертизы. Они назначаются хоть и судами, но и по инициативе граждан. Они производятся на платной основе. Регион находится на первом месте и по проведению платных баллистичных экспертиз. Их было больше за 50, тогда как в остальных областях в среднем по 5. Многие украненные в нашей области ноу-хау уже выкористовываются в Украине. Например, химичное доследование складу нырочных каменев. В этом году так само плануется увести новые виды экспертиз. Культурологические экспертизы. Это экспертизы по исследованию порнографических материалов. Планируем проведение лингвистические, психолого-лингвистические экспертизы. В частности, по такому сложному виду объекту исследования, как оскорбление. Мы с этим сталкиваемся. Естественно, что наработки у нас есть. Будут ли они в этом году внедрены, либо в следующем. Это по проведению дендрохронологических экспертиз по исследованию деревьев, объектов растительного мира. Ну и продолжаем дальнейшую работу по исследованию ДНК животных. Все лето Комитет судовых экспертиз святкует свой первый юбилей – 5 годов с дня створения. Намагания кировництва нацелены на поле общения умов працы экспертов. Это тычется створения стандартных працевных местов и забеспечения сучастным обсталяванием. Так, с допомогой центрального аппарата, в минулом году началась замена всех криминалистичных чемоданчиков-экспертов. В ближайший час эта работа будет завершена. Плануется и набыть еще одного хроматомоспектрометра для выучения биологичных ваткостей. Что касается такого вида экспертиз, как генетические, которые сейчас внедрены в каждой области, то мы соответствуем так называемому золотому стандарту, который используется и в Америке, и в Европе. Это одинаковое оборудование, это одинаковые реагенты, это одинаковые методики. Поэтому разницы провести эту экспертизу в Минске, в Гомеле, или там, наверное, в Техасе, или еще где-то, нет. После подведения выника удельники сходу перешли до урочистой частки – ушанование лепших. За поспехи у службовой деятельности супрацовники были отзначены грамотами и подзяками. Анна Кральчук, Валерий Гапанько, телерадо-компания «Гомель».